Субтитры делал DimaTorzok Вадим Семенов у нас в гостях. Здравствуйте, Вадим. Приветствую вас. Давайте тезисно главные вещи обсудим, что все-таки следует ожидать обычным гражданам, которые столкнутся с этими вопросами. Тезисно это долго. Давайте посмотрим сначала сюжет и потом попробуем, исходя из того, что у нас уже будет, разобрать. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 3 октября Верховная Рада приняла изменения в процессуальные кодексы, касающиеся судебной реформы. За соответствующий проект закона во втором чтении проголосовали 234 депутата. Законопроект стал самым большим за историю независимой Украины. Перед этим депутаты рассмотрели 4383 поправки к закону. Верховные судьи под контролем Петра Порошенко. Президент Украины. Хоть выбираться они будут на конкурсной основе, однако глава государства по закону – последняя инстанция, которая их утверждает. Еще одна норма – это оповещение о вызове в суд по интернету путем публикации вызова на сайте суда. Теперь ходить на судебные заседания нужно будет не всем. Участникам дела обеспечивается возможность принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Депутаты хотят ограничить возможность участников заседаний, обвинений и защиту. Задавать в судебном процессе не более 10 вопросов. В законе также появилась поправка, которая уменьшает сроки расследования дел до полугода, тогда как раньше максимальный срок составлял 12 месяцев. Социальная напряженность, что касается, это стан в судах, когда эти суды выпускают в коррупционерах, заставить много человек и других ухвал на этом законе. Это действительно тестом и для политических фракций, и для народных оппонентов не видно листья и интересам людей. Так, ну что ж, давайте попробуем очень понятным языком, для того, чтобы тут в этих дебрях не запутаться. Да, смотрят нас люди и не все с высшим юридическим образованием. Вот давайте, что нужно понять самое главное из того, какая она будет судебная реформа. Ну, как бы я ее характеризовал, вообще, в принципе, кратко, с сегодняшнего дня судебный процесс будет исключительно для профессионалов. Он усложняется, он как бы становится более требовательным, более ответственным. Судья действительно сейчас уполномачивается штрафовать людей, к примеру, за злоупотребление своими правами. Пример приведите, пожалуйста. Ну, пример обжалования судебных решений, которые не обжалуются. Ну, как может в этом разобраться общественник? Решения, которые обжалуются, которые нет, знают только люди, профессионалы, которые в этом процессе часто участвуют. Адвокаты, прокуроры, судьи знают вот эти нюансы. К примеру, также суд может штрафовать людей за невыполнение ими своих обязанностей. И штраф достигает 30 тысяч гривен. Вводится так называемый электронный суд. То есть можно будет подавать документы в электронном виде и получать решения в электронном виде. И документооборот между судами тоже будет в электронном виде. Это хорошо, правильно? Да, я считаю, что это хорошо. Более того, повестки. А это хорошо вот с повестками? Это ведь очень странная такая штука. То есть каждому из нас, да, придется каждый день смотреть, заходить на сайт и смотреть, не появилось ли там повестки. Нет, печатная форма повесток не отменяется. Дело в том, что с законом обязывают нотариусов, адвокатов, экспертов, государственные органы зарегистрироваться в этой системе. Их обязывают. Всех остальных в добровольном порядке. Не обязательно нужно бежать и получать какие-то электронные, цифровые подписи и так далее. Всех остальных будут уведомлять, как и раньше, обыкновенными печатными повестками. Но среди профессионалов будет уже такой вот электронный документооборот. Что касается полномочий и влияния президента, говорят о том, что новая реформа, она расширяет влияние президента, потому что он является той конечной инстанцией, которую утверждают судей, но и при этом расширяет полномочия самих судей и судов. Дело в том, что если до сих пор судьи, которые избирались бессрочно, избирались в Верховной Раде, то сейчас это будет президент своим указом назначать сразу судей на бессрочный срок. Ну это хорошо или плохо? Я считаю, да, судьи этим нововведением довольны. То есть они не будут уже, то есть они не раз их назначили уже, все, и они уже не думают о том, как бы переназначиться опять через пять лет. Итак, вы говорите о том, что просто общественность и непрофессионалы принимать активное участие в судебном процессе не смогут. Значит, им тяжело будет. Тяжело. То есть, вот для вас конкретно, вы чувствуете, что это правильно, это хорошо, вы как профессионал, как адвокат будете иметь возможность спокойнее работать или наоборот? Мне будет легче, гораздо легче. Не не отчестность мешает. Например, одна из норм, например, которые ставят все с головы на ноги. Например, судья сейчас не будет самостоятельно собирать доказательства по делу. Стороны обязанности будут сами предоставить все доказательства. А суд будет уже принимать решение на основании тех доказательств, которые есть. Как сегодня сейчас происходит. Сегодня приходит какой-то человек, например, подает иск на полстранички, а суд сам вместо него должен собрать какие-то запросы, собирать все эти доказательства. И судебный процесс длится годами. А сейчас уже такого не будет. Если у человека не будет денег, и чтобы нанять адвоката, который ему соберет эту информацию профессионально, он просто-напросто не сможет себя защитить в суде. Есть бесплатная правовая помощь. Есть закон об этом, который регулирует, кому она предоставляется, в каких случаях. И люди, которые не обладают специальными, специфическими правовыми знаниями, имеют право получить эту бесплатную правовую помощь. Почему адвоката больше станет работы? Да. Что касается сроков расследования, их сократят? Нет. В зависимости от тяжести преступления? Не об этом речь идет. Это то, что пишут журналисты, на самом деле не так. Касательно сроков досудебного расследования. Они будут исчисляться с момента регистрации уголовного производства. На сегодняшний день сроки исчисляются с момента предъявления подозрения. И поэтому у нас висят уголовные производства годами. А после принятия уже, ну, когда уже президент это подпишет, у нас, если следователь зарегистрировал уголовного производства, все, у него есть там 3-6 месяцев и так далее. Он, конечно, может продлевать, но сроки уже, извините меня, установлены. Он или предъявляет подозрения, или закрывает дело. А не будет это иметь такой эффект, что вот у самотохи вот лишь бы закрыть, быстрее на кого-то повесить и прочее? В этом, понимаете, есть другая сторона медали. На сегодняшний день как происходит? Открывает уголовное производство и начинаются следственные действия. И никому не предъявляется подозрение. Эти следственные действия длятся годами. Несколько обысков, куча допросов, свидетелей и так далее. Но никому не предъявляется подозрение. И лица постоянно находятся под следствием, и это никаким образом не ограничивается сроками. Я считаю, что это очень положительное изменение в наших кодексах. Кроме того, очень важное сейчас изменение в уголовный процесс включается. А именно, адвокаты имеют возможность обжаловать уведомления о подозрении. До сих пор этого не было. На сегодняшний день их следователи как злоупотребляли? Предъявили подозрение, сразу побежали избирать меру пресечения в суд. А сейчас уже предъявили подозрение, адвокат может уже обратиться к следственному суду и обжаловать обоснованность этого подозрения. Это очень хорошая норма. Что касается вопросов, не больше 10 вопросов для участников заседания. Такого не видели. Я, может быть, не дочитал, там каждый раздел по 600 страниц, но я такого не встречал. Сколько, на самом деле, времени нужно на реализацию этой реформы? У вас есть представление? Ну, как только вступят в силу, сразу начнем работать. Информационный вопрос. Достаточно ли обсудить вот несколько раз в эфире эту судебную реформу и все? Либо нужно доносить, в общем, результаты этой реформы общественности как можно больше? Потому что изменения, я так понимаю, существенные. Изменения существенные. Я думаю, что даже профессиональные юристы будут читать минимум полгода это все, чтобы сейчас приняли. То есть вы считаете, что мы в ближайших полгода можем столкнуться с непонятками, проблемами? Совершенно верно. Так и будет, да. Никто не понимает сейчас, как это будет. Как вообще будет работать этот электронный суд? Ну, так называемый электронный суд. Как все это будет происходить? Никто раньше уже так не делал. Ну, посмотрим, как это будет по скайпу. Как вообще подавать там все эти документы? Как мы будем получать? Никто этого покажет, но на сегодняшний день никто этого не знает. Ну, давайте в целом резюмируем. Считайте, что реформа правильная, нужная, успешная и реализация ее последующая будет эффективной. Есть недостатки, но и очень много плюсов. Недостатки есть. Действительные недостатки – это ограничивать согласность судебного процесса. То есть, по принятым закону в кодексах вводится такая норма, согласно которой судья может ограничить, во-первых, количество присутствующих на судебном заседании, во-вторых, имеет право запретить фото- и видеофиксацию судебного заседания. Это минус. Это ущемляет права? Конечно, это минус. Это шаг назад. С чем связано, как думаете? Именно вот это положение? Не знаю. Это кто-то захотел ограничить. Вообще доступ к суду. Кто-то, видимо, боится этих видеокамер на судебном заседании. Я считаю… Увеличит это коррупционную составляющую? Нет, коррупция здесь ни при чем. Причем здесь коррупция? Нет контроля? Или вам меньше? Ну, это коррупция и видеофиксация следственного судебного заседания – это… Суды не станут ручными, то, чего многие опасаются. Ну, а сейчас что? Они не ручные, что? Ну, учитывая вот эту прямую связь с президентом, утвердил президент судью и, собственно… А сейчас президент и так принимает решение о назначении их на первый срок, на первую пятилетку. А так один раз он уже раз принял решение, все, уже больше судья ни от кого не зависит. Хорошо, Вадим, еще обязательно встретимся, обсудим, будем продолжать процесс. Спасибо вам большое, Вадим Семенов, юрист, говорили о судебной реформе в Украине, которая была сегодня принята народными избранниками. Передаем слово Ксении Терзи с последними новостями к этому часу, позже вернемся, продолжим, дождитесь. Продолжение следует... Продолжение следует...